Дмитрий Блуховского, Метро 2035. Дмитрий, я приветствую вас. Здравствуйте. И сразу бы хотел начать нашу презентацию своих вопросов. Спустя 10 лет вы снова спускайтесь в метро. С чем же все-таки был связан столь долгий перерыв, как проходила работа на данной книге, и чем эта книга отличается от предыдущих? Вы знаете как, дело в том, что, хотя это, ну, понятно, что метро 2035, это продолжение предыдущих цифр числового ряда, то есть 2034 и 2033, я все-таки очень снаружи всегда относился и продолжаю относиться к любым сиквелам. То есть для меня писать продолжение просто ради того, чтобы писать продолжение и угодить читателям или издателям – это такая вещь, например, сомнительная. И я всегда старался, в общем, не браться за какой-либо роман, за какую-либо книгу, пока нет какой-то самостоятельной, отдельной ударной идеи, фабулы какой-то независимой и так далее. То есть просто писать продолжение ради продолжения – это несколько не моя история. Здесь была задача изначально не просто продолжить эту историю, продолжить историю из метро 2033 только потому, что первая книга была успешной, а сделать такой и апгрейд, и ремикс, и с ног на голову все перевернуть и так далее. То есть долгое время не было просто идей. И я не вымучивал и не выдаивал ее, и не выдавливал ее из себя, ждал, пока она придет. Пришлось подождать с момента выхода «Метро 2034» 6 лет, и с момента выхода «Метро 2033», потому что все-таки это про того же героя, про который была первой книгой, 10 лет. Ну вот мысль пришла, и желание написать продолжение появилось. И, в общем, через некоторое время как-то само, видите, органичным образом, каким-то просветлением, случилась эта книга. Она, с одной стороны, про то, как я поменялся за 10 лет, а с другой стороны, как у нас все поменялось за 10 лет. И надо понимать, что «Метро 2033» — это, конечно же, роман о... Я думал, что это собака-сапер, но нет. С одной стороны, книга, конечно, «Приключенческая» первая, и, конечно же, это про «Московское метро», и про последствия ядерной войны и так далее. С другой стороны, это книга про людей, с моей точки зрения, в первую очередь, потому что это то общество, которое оказывается за консервированным московским метро и за ядерной войной. И то общество, которое я описывал сохранившимся в туннелях на станции московского метро, ну, 10 лет назад, да, фактически даже больше 15 лет назад, потому что книга первая «Метро 2033» — она в первый вышла в свет в пятом году, 10 лет назад написалась некоторое время до этого. И, конечно, общество сильно поменялось, и мои представления о том, что у нас страна тоже несколько изменились, и потребовался апдейт, скажем так. Поэтому новая книга выходит, как мне кажется, ровно в то время, когда она нужна, ну, в первую очередь, мне оказалась, потому что я не пишу в тех случаях, когда мне нечего сказать. В общем, каждая книга для меня, прежде всего, это высказывание, ну, и в особенности, как мне кажется, высказывание романа «Метро 2035». А текст книги, он автономен, или читателю необходимо прочитать два других произведения? Можно начинать читать всю сагу «Метро», начиная именно с этого романа. Он стоит отдельно, особняком, он, с одной стороны, продолжает линию главного героя сюжетную из первого романа. Для тех, кто читал первую книгу, это будет, конечно, интересно вдвойне, потому что многие вещи, которые казались людям понятными, априори очень привычными и догматичными, вдруг переворачиваются здесь ног на голову. Но при этом читать первую и вторую книги не обязательно. То есть есть некоторое количество пасхалок, так называемых, разложенных в первых двух книгах, которым я адресуюсь в третьем романе, потому что все-таки это завершение трилогии. «Метро 2035» увязывает первые две книги и превращает, ну, разрозненные, в принципе, два романа, «Тестри и Тестри» в единое целое. Именно эта новая книга их объединяет в трилогию, и смысловую, и сюжетную, и так далее. Но при этом можно вполне читать ее отдельно. То есть если нет сил, времени, желания и денег, то читайте это. Причем есть возможность частично, по крайней мере, а скоро, ближе к осени полностью, прочесть книгу бесплатно. У нас есть паблик в социальной сети ВКонтакте, и там первые 11 глав выложены совершенно бесплатно, где их можно скачивать на любые девайсы, ридеры, телефоны сотовые и читать в формате PDF. Как раз я и хотел задать вопрос по поводу бесплатно, что вы ее публикуете в ВКонтакте, в соцсетях. Но с чем это связано? Это же деньги не приносит. Ну, во-первых, неправильно, как мне кажется, думать о литературе как о бизнесе. Конечно, книги могут приносить деньги, но я бы сравнился скорее с выигрышем в казино. То есть ты ставишь несколько лет работы на зеро, вращаешь рулетку, и можешь выиграть, и можешь продуть абсолютно. Поэтому априори отношение к книгам как к источнику зарабатывания денег, оно ошибочное. Ну и больше того, если ты стараешься писать так, чтобы лучше продать, выходит фальш. Ну и люди это чувствуют, то есть это просто глупо так делать. С другой стороны, если ты пытаешься подстроиться по какие-то ожидания читателей, потрофить кому-то и так далее, все это заканчивается конструированием и такой немножко бездушной какой-то, в общем, лепкой вместо того, чтобы пытаться что-то... То есть, ну, скажем так, конструирование механизма вместо живорождения. Вот так я бы сказал. И если я хочу сохранить себе возможность экспериментировать и менять тексты свои, и чтобы мои книги все-таки вместе со мной, а я довольно рано начал, и продолжаю, в общем, нельзя сказать, чтобы я это делаю очень часто в этом. Ну, там, пятый роман за больше 15 лет. Если я хочу сохранить с собой свободу эксперимента, мне все время нужно искать нового читателя под новые книги. Потому что, ну, если пишешь разные вещи, будь готов к тому, что не нравится одно и не нравится другое. То есть, всегда будут разочарованные. В «Метро-2035» нет, например, там ни одного чудовища-мутанта. И вообще, это не очень фантастический роман, на самом деле. Он про будущее, но одновременно и про наше прошлое. То есть, это про наше извечное какое-то состояние. И, конечно, люди, которые ждут приключений фантастических, веселых от «Метро-2035», будут немного расстроены, я думаю, отсутствием, там, этих, всех, там, боев, там, с мутантами, противоказов, там, и, ну, и, ну, при этом, я думаю, уверен, что книга обретет нового читателя. Ну, элементарно более взрослого, потому что я сам немножко вырос за эти 10 лет. Кое-что понял про то, как писать и про то, что писать, ну, и какой-то жизненный опыт просто накопил, которым хотел бы поделиться в текущем моменте. И для того, чтобы книга нашла нового читателя, подходящего именно ей, чтобы, скажем, письмо-бутылки именно к адресату причалило, нужно как можно шире его разослать, как можно шире посеять этот текст. И ничто не подходит для этого лучше, чем бесплатное распространение. То есть, я раздаю людям текст бесплатно, по крайней мере, до половины. Потом, к концу года, повторюсь, мы доведем бесплатную публикацию до конца текста. И дальше люди уже, начиная читать, не будучи вынужденными платить за это деньги, имеют возможность представить то ли это, что они ждали, хотят ли они такое читать, нужно ли им, нравится ли это, и готовы ли они платить деньги. Если они готовы, я им признателен. Если они просто почитали, составили свое представление и решили, что это не их, я понимаю их выбор. Если они решат, что у них нет возможности, в особенности молодежь, конечно, потому что молодые меня очень много читают, и я не хочу, как бы, выкручивать им руки, говорить, ну-ка, попрыгай, чтобы мелочь позвенела, там, отдавая свои деньги на завтрак, вот это все. Я считаю, что люди не должны выбирать между книгой и завтраком, или, там, походу в кино с девушкой, там. То есть, пусть они... — Но это святое. Завтрак — это святое, ну, вы меня понимаете. Вот, поэтому я хочу, чтобы они, как бы, и завтракали, и читали. Ну, и вообще, мне кажется, что сегодня они студенты, и почитают бесплатно, а потом, когда они будут молодыми специалистами, а я пенсионер, они вспомнят и кинут мне медичок в шляпу. Вот, так что это все работная перспектива вообще. Пусть люди, пусть больше людей читает. Вот, и если остальные писатели, которые пекутся, значит, о судьбе отечественной литературы, жмут деньги, то пусть лучше и тогда читают меня. Я не жадный. — Хотел бы задать такой вопрос. «Метро-2033» — это грандиозное произведение, оно на 3-7 языков переведено, популярность зашкаливает. Вот как вы считаете, «Метро-2035» сможет побить рекорд или хотя бы дотянуться до того, чтобы у «Метро-2033»? — Без понятия. И на самом деле я не ставлю себе таких задач. Понимаете, как бы, ну, конечно, у первой книжки достаточно большой именно массовый успех был. Но я очень боюсь и боялся всегда стать заложником коммерческого успеха книг. То есть я не вижу себя ни как там «Роулинг», ни как «Мартин» и так далее. Мне все-таки хотелось бы немного своей стезией какой-то идти. И каким-то образом стараться повторить, вообще думать о повторении коммерческого успеха, но это уже дорога немного в никуда. То есть тогда тебе надо воспроизводить, пытаться понять формулу, по которой ты в тот раз выиграл в казино, и подстраивать, что-то химичить, договариваться с крупьей и прочее. Это, ну, плохо кончится все. Так я никогда не получу «Нобелевки». Ну, вот, понимаете. Ну, а задача-то не джекпот сорвать, а «Нобелевку» получить потом. Вот, так что надо просто с приоритетами было определиться. Я решил, что не стоит думать о том, как написать такую книжку, чтобы она как можно лучше продалась. То есть я пишу такую вещь, которая мне сейчас близка, которая для меня сейчас эмоционально, волнительно и важна. Эти темы, которые меня занимают, и которые, как мне кажется, актуальны в целом для людей и для страны, облекают формат, вид и упаковывают под обложку, не знаю там чего, как хотите воспринимать, приключенческий роман, комикс, триллер и так далее. Но дальше пусть читатель уже решает. Знаете, книги все равно это не то же самое, что кино. В кино определяется рекламная кампания, она идет там две недели, если она убедила людей, то люди посмотрели фильм, и фильм стал успешным. Книги все равно, как бы вы их не рекламировали, для книг определяющим является сарафанное радио, личные рекомендации. Книгу очень долго, и люди могут читать. Кто-то, конечно, прочитывает за сутки, проглатывает. Но есть люди, которые там три недели читают, месяц. То есть это очень длинный процесс такой. И дальше вы все равно читаете не те книги, на которые лицензию прощили. Потому что критики у нас не существует как таковое. Они могут что-то писать, но они пишут в вакууме. И читатели не очень с ними коррелируют как-то, к сожалению. То есть при этом есть прекрасные критики, но влияние на читательские умы и на продажу, уж тем более, никакого они не имеют. Поэтому читатели только сами решают, нравится им это или нет. И они рекомендуют просто своим друзьям, однокурсникам, коллегам по работе в курилке и так далее. И если книга хороша, то у нее будет долгая жизнь. Если книга плоха, то она завалится. Поэтому тут надо немножко просто расслабиться и не думать вообще о том, ни о чем. И, знаете, с годами это из моей риторической позиции превращается в практическую. То есть мне становится все более и более плевать. Ну, то есть я, конечно, очень волновался раньше, а теперь как-то уже так, дзен. Ясно. Хотел бы задать такой вопрос, но немного даже не от меня, сколько от моих коллег. Когда я говорил, что у нас есть презентация книги «Холстка» и «Метро 535», я спрашиваю, что это тот, который в видеоигры мы вот выиграем по метро. Я спрашиваю, а будет ли по этой книге видеоигра? Потому что и видеоигра тоже с вами асссоциируется? Ну, вы знаете как, мне почти не стрёмно, потому что я сцелюсь с видеоиграми. Лучше бы, конечно, это была не игра, а голливудская экранизация, но игра – это тоже кое-что. Я, во-первых, сюжеты этих игр помогал разрабатывать, то есть очень внимательно к этому относился, и игры для меня способ вербовки армии читателей. И в особенности, конечно, среди молодежи, подростки, студенты, школьники, старшие и так далее. Правда, новая книга 18+, так что школьникам придется сначала поступить, отслужить, и только потом при дембеле они получат право читать «Метро 2035». Эта книга не очень подходит для адаптации в виде компьютерной игры. Однако, поскольку концепция «Метро» заключается в том, ну, сюжет «Метро», саги «Метро», в том, что это история, ну, и сага трансмедийная, то есть она, сюжет, общий нарратив идет через различные платформы, скажем так. Есть литературная составляющая, а есть составляющая, ну, мультимедийная. Я, в принципе, считаю, что компьютерные игры, во-первых, они очень сильно революционируют. Во-вторых, представления о том, что они делаются для каких-то причавых подростков, давно устарели. Потому что эти причавые подростки были таковыми 20 лет назад, там, на заре компьютерных игр, там, 25 лет назад, сейчас им от 30 до 40. Но и их требования, и запросы очень изменяются. Люди взрослеют элементарно, и их просто тупой экшен перестает удовлетворять. Они хотят более сложного повествования, они хотят настоящих эмоций. И, как это не смешно, они требуют от компьютерных игр драмы. И моя задача, как человека, в общем, того поколения, который постепенно становится человеком, в общем, другого поколения, до них это донести, сделать, создать какую-то игровую историю, которая при этом давала бы некоторую глубину тоже, которая давала бы и драму, которая давала бы реально героя с моральными выборами, стоящими перед ними. Почему нельзя это делать? Театр тоже в средние века в Европе был площадным и достаточно вульгарным развлечением, как мы, например, из произведений Инмара Бермана можем знать «Седьмая печать», например. Почему театр же сегодня, например, за прошедшее время эволюционировал, кино тоже начиналось с поливания Чарли Чаплинного полицейского, с прибытия поезда, с порнографией и так далее. А сегодня кино сложнейший, разветвленнейший вид искусства. Это очень так же и с компьютерными играми. Начиная с простого чего-то, они очень эволюционируют, и сегодня есть масса жанров, в том числе совершенно от хаосных. То есть я считаю, что игры могут быть таким же видом искусства, как и все остальное, и ничем кино не уступать. Дальше зависит все от того, кто и как придумывает их, пишет, с какими целями создает. Но при этом просто есть сюжеты, которые подходят для адаптации, сюжеты, которые не очень подходят. «Метро 2035», его сюжет и события, которые там происходят, они не очень подходят. Повторюсь, там нет каких-то зрелищных сцен сражений с мутантами или еще что-то. Это книга о людях, и некоторые сцены настолько масштабные, что их трудно будет адаптировать под сюжет видеоигры. Однако, поскольку сага «Метро» и «Трансмедийна», будет возможно продолжение этой истории в виде компьютерной игры. Вот так скажем. По поводу книги. Вот уже книга вышла в продажу, напечатана. На сегодняшний день что-то бы вы хотели поменять в ней, что-то не успели, например, донести до читателя? Нет, вы знаете, как мне кажется, что все, что можно было сказать, я успел сказать в этой книге. Возможно, через какое-то время, поскольку она все-таки привязана, я старался делать ее не очень остро, актуальной, но, тем не менее, дух времени, как мне кажется, в ней определенный есть. Возможно, через какое-то время будет понятно, что я не так его почувствовал или не точно сформулировал. Но мое отношение ко всем книгам таково, что на каждый данный этап своего какого-то умственного психоэмоционального развития и того жизненного опыта, который я успел накопить, каждая книга, в общем, является для меня максимумом того, что я мог сделать. То есть «Метро-2043» люди продолжают меня судить по этой вещи, потому что она наиболее популярна, хотя это книга, придуманная в школе, написанная в университете. Хорошо. Вот сейчас, 10 лет спустя, я лучше из того, что я мог сделать, сосредоточив все свои усилия и способности «Метро-2035». Возможно, через 10 лет и эта вещь покажется мне наивной или нет. Это мы увидим больше. Так или иначе, я никогда не хотел переписывать старые вещи, потому что на каждом конкретном этапе книга является слепком души автора. И хорошо, что «Метро-2043» там проще, наивнее, может быть, чем-то, условнее, а «Метро-2035» там вот такая. Переписывать в любом случае я эту вещь не стану. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, перейдем к вопросам журналистов. Уважаемый журналист, пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку, представляйтесь на второй ряд. Добрый день. Любимов Александр, Всемирные новости. Вопрос такой, что для вас является метро? Газета, транспорт, место встречи мальчика с девочкой или, наоборот, девочки с мальчиком, место свиданий или еще что-нибудь, место тарахтов? Ну, смотрите как. «Метро» — это мой дом, так вам скажем. Дело в том, что мое увлечение темой «Метро» не случайно. Я где-то с 10 лет или до 16, то есть класса 4, ежедневно ездил на метро в школу. Жил я на станции метро ВДНХ, как и мой герой, а учился на Арбате. Это, в общем, одна из целей его путешествия. И ежедневно… Герой частично — это вы? Герой в очень большой степени — это я. И в первой книжке, да, 10-летней давности, и во второй книжке. Так что, конечно, ну, если ты себя герою не отдаешь, если ты с собой, с ним его, с собой, своей душой не делишься, знаете, как это, это как голем, в который там записку, в которую не вложили, и остается грудой глины бездушной и не может пойти. Поэтому хочешь, чтобы герой ожил и был настоящий, и правдивый, и дышал, ну, ты должен с собой, с ним поделиться своими размышлениями, своими какими-то, может быть, тайнами, своими переживаниями, впечатлениями, воспоминаниями, да, ему что-то настоящее. Иначе будет, ну, картон или глина. Моя задача, конечно, чтобы все герои здесь не просто двигались, да, а именно жили и дышали. Что касается «Метро», то это, действительно, мой дом и альма-матер, так сказать, и многое другое. Ну, больше всего меня, конечно, из всех трактовок завораживает мысль о том, что «Метро» — это, на самом деле, храмовый комплекс. Ну, как и в ДНХ, например, это храмовый комплекс такой советской, в этой квази-религии, которая была создана и мифологии, которые были созданы на замену срытой и уничтоженной идеологии, религии, мифологии, самодержавия и православия большевиками. И вместо этого был воздвигнут пантеон новых советских богов, новая идеологическая система, новая культурная система, новая мифология. Всё, то есть новое. Да, буквально там 10-20 лет при помощи Маяковского и при помощи Родченко, и при помощи архитекторов, и с отсылками, и с новой архитектурой эстетикой, и с отсылками в очень большой степени к античной греческой и римской архитектуре эстетики. Да, все вот эти станции, колонны, портики, статуи. То есть это всё такое укоренение в античности, переосмысленное Советским Союзом в античности. И вот эти бесконечные колосья, и тема плодородия в вечно полуголодной стране. То есть это такой храм в какой-то степени плодородия и воинской славы между Деметрой и Марсом. Вот так. Так что мне кажется, что это такой настоящий храм. А дальше, как мы в этом храме живём, торгуем ли мы в нём, или проживаем, или ночуем, оскверняем, или нет, это отдельная история. Но метро, безусловно, это очень такое специфическое, сакральное пространство. Надеюсь, что не перегрузил. Да, пожалуйста. Курников Пётр, тоже Всемирные Новости, такой вопрос. Расскажите, Дмитрий, как шла, и главное, где шла работа над книгой, в каких местах, и были затыки при написании книги? И как вы боролись с творческим застоем? Вы знаете, как, преимущественно книга написана дома у меня, в моей квартире в Москве. Было несколько командировок, две или три короткие командировки за границу, и там на фестивале я ездил. И какие-то вещи, какие-то главы написаны или придуманы там. Но главный образом Москва, и ночь, ночное время, стол, лампа, кофе, зелёный чай, фонарь аптека. Ну, в аптеку не ходил, обходился чёрным кофе и зелёным чаем, случались, разумеется, сложности, закупорки каких-то креативных каналов. И вообще, знаете, как эта книга, как и первая, написана не по схеме. То есть я вообще противник такого изначального планирования сюжета. Есть авторы особенности жанровые, которые любят сюжет заранее распланировать, структурировать, и дальше по главам, по плану идти. Я считаю, что это, опять же, лишает книгу души и жизненности. Поэтому я знал, примерно, с чего начну, к чему хочу прийти, и там, допустим, один поворотный момент в середине. Прочее всё. Меня от главы к главе приходилось штормить, придумывать, взламывать сюжет, понимаете. То есть я не знал, чтобы в следующей главе мне приходилось какую-то драматическую сцену каждый раз для героя придумывать. И так получалось, что вот как герой живёт, удивляясь тому, что с ним происходит в этом сюжете, так и я каждый раз удивлялся. То есть за счёт этого сложнее, разумеется, идёт процесс написания. С другой стороны, он происходит гораздо менее механистично, более естественно, и сюжет этого менее предсказуем. Так что, ну, вот те за куборки, которые возникали, я взламывал прогулками по двору, такими, межкористантскими по кругу, вот легальными стимуляторами, главным образом зелёным чаем, и ещё очень хорошо помогал, простите, горячий душ. Горячий душ, он на основании затылка, раскрываются сосуды, улучшается циркуляция крови в головном мозге, и прям рекомендую, в общем, всем тем, кто не может что-то придумать. Основной месседж этой книги? О, здесь более чем один основной месседж. Здесь есть несколько размышлений и рассуждений, но я бы так сказал. Слоган рекламный романа, с которым он там рекламируется «Хочешь правду?» И, ну, в общем, я думаю, что многое объяснено этим слоганом. Спасибо. Есть ли правда и хотите ли вы, в общем, её? Действительно, есть ли правда? Читайте роман «Метро-2035». Одна девушка, пожалуйста. Александр Калинин, журнал «365». Кто из литераторов, писателей сформировал ваш взгляд литературный? Может быть, Войнович с Москвой? Вы знаете, я сказал, Войнович, но не Москву. Вот, поэтому не он. Название? Да, ну да, но нет. Но не Войнович. Ну, вы знаете, это, так сказать, даты в книгах это распространенная история и словосочетание. То есть, нет, не Войнович и не Москва. Нет, если мы говорим о том, кто на эту книгу как-то повлиял, то, скорее, может быть, не Войнович, а Платонова бы упоминал. Я бы, скорее, может быть, Бабеля упоминал. Ну, канармию, ну, не одесские рассказы, конечно, придурочные, ну, а великую поэму в прозе «Кунармия», которая, я считаю, одним из лучших произведений нашей литературы за 20-й век. В какой-то степени, может быть, тут, не знаю, даже есть ли тут еще осталось какое-то влияние Стругацких, которое в первой книжке очень сильно было. Ну, в общем, я бы больше говорил о советской прозе первой половины 20-х века, особенно, в 20-30-е годы. Вот, что для меня каким-то ключевым референсом являлось. Спасибо. Да, пожалуйста. Александр Курьято, Национальная служба новостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сказали, да, все три части, в принципе, отличаются между собой. Ну, я о книгах ваших. Так, и, соответственно, каждая из них рассчитана на определенную аудиторию. То есть, первая получилась такая более приключенческая, более легкое восприятие, много экшена, много описаний. Вторая более философская. В-третьих, как вы говорите, тоже будет не так много вот этого экшена. Ну, не так много будет развлекать, развлекал его. Тогда чем же должна зацепить эта книга? Чего стоит ожидать читателю от нее? Читателю, во-первых, стоит ждать от нее напряженного, интересного сюжета. В особенности вторые, две трети, скажем так. Первое немножко такое интро, введение для тех, кто ничего не знает про мир романа и так далее. Поэтому те, кто уже знает, может быть, просто увидят какие-то привычные обстоятельства. Ждать напряженного сюжета. По жанру это такая драма, триллер и так далее. Но главное ждать, мне кажется, каких-то отсылок и к нашей сегодняшней жизни, и ко всему, что происходило с нашей многострадальной страной за последние, там, сто, скажем, лет. Ну, в принципе, это не скучная вещь. То есть, там, накал страстей. Местами шкалит. По крайней мере, мне так казалось, когда я это создавал. Ну, и сейчас я читаю первые отзывы уже, да, вот книжка только что вышла. Но есть уже люди, которые успели, там, за ночь ее проглотить. И мне очень приятно, что мне удалось эмоции, в общем, людей изразить. Книга 18+, поэтому страсти там не шуточные. Спасибо. Спасибо, да, пожалуйста. Дмитрий, добрый день. Андрей Колесников, музыкальное издание RockCore. Такой вопрос. Книга является завершением трилогии. Значит ли это, что серия книг «Вселенная метро 20-33» также перестанет пополняться? Нет, это не значит ничего. Я просто сам для себя принял решение, что, ну, все, что я мог сказать с точки зрения ритературного повествования, я, о мире метро. Этой книгой я досказываю, завершаю. Все сюжетные хвосты из первого и второго романа подбираются, герои встречаются. В завершении все. Больше здесь нечего добавить. При этом «Вселенная метро» — это отдельный проект, который существует сам по себе. Это он такой краудсорсинговый, народный. Люди пишут, другие люди читают. Это я уже несколько от него устранился, и теперь это просто как бы само по себе существующее какое-то такое народное творчество. Он будет существовать столько, сколько людям будет интересен. Пока будут находиться авторы, которые в него пишут, авторы, которые его читают, я уже как бы не очень-то вмешиваюсь в эту историю, потому что первые 25 книг я читал и редактировал. Это было в течение двух с лишним лет. Потом я понял, что это меня отнимает каждый месяц три с половиной недели. Я не смогу сам ничего писать, если я буду продолжать редактировать эти романы. Было интересно запустить всю эту историю. Сейчас он существует успешно в десяти странах мира. В Германии публикуется, в Польше, в Южной Корее, в Испании, в Италии, в Венгрии, в Словакии. И авторы местные пишут уже про свои страны в этом постъядерном мире метро, про свои города. Там есть у нас итальянец написал про Флоренцию, про Венецию, поляк написал один про Краков, другой про Варшаву, третий, про Вроцлав. Но и немец собирается писать тоже про Альпы баварские. Ну, в общем, много всего корейцев нашли какого-то. Проект живет и развивается, в общем. Проект живет и сам развивается, и, слава богу, что он не требует моего участия, потому что мне очень хочется двигаться дальше. Поэтому эта книга завершает, то, что нужно было завершить. И очень рассчитываю на то, что теперь появится возможность каких-то новых вещей, на каких-то новых вещах сфер себя проявить. Я понял, спасибо. 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 Да, девушка. Здравствуйте. Полина Ширикова, Национальная служба новостей. У меня такой вопрос. Книги реально жутковатые. Читала, нравится жутко. И реальность описана настолько, что как будто ты действительно живешь в этот момент там. Вы себя немного ассоциируете с героем. Ну, даже не немного, а я так поняла, что достаточно много общего, да? Вот ваши действия, как бы, вот вы бы отступили от того, что герои делают? Ну, ведь страшно же, страшно, то, что там валюта уничтожается. Ну, я сам, по себе, конечно, не герой. То есть, я, знаете, ну, мне кажется, каждый человек просто для себя постоянно делает выборы какие-то ежедневные. Ну, и в сегодняшней реальности много выборов приходится делать всем. Журналистам много приходится выборов делать особенно. Вот, поэтому каждый, я думаю, что каждую минуту принимает решение. И героизм, героизм, как я это себе сегодня представляю, это, в отличие от того, что нам рассказывали в школе, там показывали в кино, это какая-то, ну, высшая степень самодачи, самопожертвования, редкая, на самом деле. Гораздо больше людей шло в атаку, насколько я понимаю, из-за штрафбата, за спину, не штрафбата этих, а из-за отрядов за спиной, понимаете? Чем, ну, это и когда люди кричали «За Родину, за Сталина», с моей точки зрения, там, много ли кричали. То есть, одно дело отдать свою жизнь, потому что, ну, оккупанта убили, там, при тебе или, там, членов твоей семьи, или твоих каких-то знакомых, близких, ты уже не можешь иначе с собой жить и проще уже умереть, да, чем прятаться и хавать. Но пока этого не случилось, как, ну, то есть, трудно себе представить. И поэтому, мне кажется, ну, есть у Канта понятие «моральный максимум», это то, к чему ты стремишься и никогда не приходишь, да, ну, хорошо, там, никогда не воровать, никогда не обманывать. И ты все равно воруешь, обманываешь, но, по крайней мере, у тебя задан какой-то ориентир. Ты к нему идешь всю жизнь, никогда полностью не достигаешь его, но сам факт движения к нему делает тебя лучше. И героизм самопожертвования настоящий, с моей точки зрения, это такая максимума. Именно поэтому нам все это подают как пример, потому что, де-факто, люди себя ведут в современных ситуациях, чаще всего, ровно наоборот. Но, по крайней мере, мы знаем, что, наоборот, нехорошо, а так лучше, иногда, когда решение принимается, мы все-таки пытаемся сделать, как правильно. Да, ну, поэтому, чтобы, да, ну, просто, поэтому, как я бы себя вел в предлагаемых обстоятельствах, был ли я бы героем, я боюсь, что нет. Если реалистично говорить, да, ну, может быть, я бы иногда пытался. Спасибо. Да, пожалуйста. Мир-24, Мария Сахраня. Вопрос такой, как вы думаете, может ли этот сюжет оказаться пророческим, в связи с нынешней ситуацией политической, и второй вопрос, почему вы решили писать свою колонку у нас номер? Ну, я реже, немножко стал меньше заниматься колумнистикой, именно потому что хотел полностью отучиться на романе, и ровно вот эти несколько, там, полгода, год, когда велась активная работа над книгой, я не хотел тратить мысли и задор, и потенциал энергетический, да, который, на самом деле, ну, так или на чем сохранился, и те мысли, которые у меня возникали, обобщенные попали в роман, то есть не хотел их растрачивать на колумнистику. Колумнистик, знаете, написал короткую форму, все, эмоция ушла, там дальше пошла заряжать людей по кругу уже, да, в особенности, там, я люблю такие именно эмоциональные, провокационные колонки, которые дальше разрывают людей по кругу. Вот, но стоит ли это делать, если ты можешь в роман все это поместить? Роман все-таки, ну, колонка, она очень скоротечна, она быстро выдыхается, выветривается, момент уходит, это памфлет такой вот вечером, утром в газете, вечером в куплете, вот так. Ну, и куплет, в общем, отыгран, газета, газета выкинута, никто не помнит, о чем это было. Надо из актуалий попытаться вывести что-то, что имеет отношение к каким-то извечным темам. Вот, у нас сегодня так, почему у нас сегодня так, да? Вот 86% допустим за Крым, а почему вдруг 86% за Крым и за конфронтацию с Западом? Почему мы вроде жили нормально с Западом и вдруг всем нужно с ним воевать. Вот, что значит, было у нас всегда такое, ну, не знаю, имперской ностальгии, например. Да, мы хотим там снова быть империей, там, например, или недоверие, в принципе, к Западу, которое у нас никогда не было в нас встретить. То есть, надо брать какую-то остроктуальную историю и думать о том, что было у нас всегда и писать о том, что было всегда, просто одним из проявлений, чего, является вот сегодняшняя какая-то вот ситуация. Поэтому зачем об астрактуальном, если нужно об извеченном, об извеченном. Я пытался как-то это суммировать, скажем так. И первый вопрос еще, кто у него воплощение в жизни был осуществлен? Ну, я благодарен партии и правительству за ту промо- и перподдержку Третьей мировой войны и моего романа, который они осуществляют сегодня. Я считаю, что если бы не было событий последних полтора лет, эта книга имела бы гораздо более призрачные коммерческие перспективы. Поэтому спасибо и продолжайте в том же духе, ребята. Я также хотела спросить про СНОП. А вот не опасаетесь ли вы в власть? Знаете, ну, как бы любой нормальный человек много опасается власти. Поэтому он либо с ней сотрудничает, либо он от нее уклоняется. Либо, ну, я, мне кажется, ничего такого резкого-то не делаю. То есть я же не провожу никаких расследований, злоупотреблений в каких-то там Кавказских республиках, например. Не раскапываю то, как ввод с НДС, например. Я сижу себе книжечки подписываю и иногда пишу колонку, господи, как же можно жить так дальше. Вот такого плана. Ну, за это пока нас не вешают. Вот в Тегеране на прошлом деле поэтов повесили. Так что, в принципе, они просто писали стихи. То есть я считаю, что у нас не так плохо. В принципе, ну, есть куда стремиться, по крайней мере. Поэтому, ну, пока я считаю, что это все, пока все ничего. Но, если говорить серьезно, то есть ощущение, как вот такой момент, такого развилки, расхождения. То есть страна, как-то, как-то, колеблется, может пойти в одном направлении, а может в другом направлении. Я искренне надеюсь, что все-таки здравый смысл восторжествует, и мы выберем путь цивилизационный. Ну, не самоизоляции, не придумывание какого-то, значит, третьего, там, особого, русского исключительно в ущерб всем остальным пути. Ну, просто путь прогресса, условно говоря. Путь дальнейшего движения в будущее, а не в прошлое. Будет все мои надежды. Да, пожалуйста, микрофон. Свидел мне такой вопрос. Кто работал над дизайном обложки, довольны ли вы этой обложкой? И мне вот издалека плохо видящему человеку метро хорошо видно. А вот кто автор? Альманах или автор все-таки, или это Дмитрий Глуховский? Я буду разбираться и смотреть на книжной полке. Вы не тщеславны? Почему автор совершенно не видно? Я не очень тщеславный человек, и мне очень важно. То есть, у меня нет личного тщеславия, скажем так. И я, ну, мне очень важно, чтобы люди говорили о моей работе, да, о том, что я делаю, конечно. Ну, когда тратишь там год на что-то, два года, три года на какой-то там проект, скажем так, на написание романа. Конечно, ты хочешь, чтобы это не кануло в никуда, и чтобы люди об этом говорили, обсуждали те темы, которые ты им предложишь. Но личного тщеславия у меня нет, мне не нужно, чтобы меня на улицу узнавали люди, там, я не считаю себя селебрити, я не хочу быть селебрити. Я при этом не выстраиваю вокруг себя там мистический культ, как Виктор Пелевин, например, да, и не педалирую в свою там полную анонимность, не ношу масок. Ну, то есть, я к этому так спокойно отношусь. Я считаю, что вот сейчас, на время выхода книги, мне нужно, чтобы люди читали книгу, чтобы они говорили о том, о чем я предлагаю им поговорить по прочтению книги, нужно быть там условно-публичным. Ну, я это делаю. Но к Малаху там я перестал ходить года три назад. Мне очередной раз предложили прокомментировать там историю про бультерьера, там есть младенцы, и вот на студии бультерьера, на студии мама-младенцы, там, отмитрий, что думаете вы? И тут же сидит там какой-то сбруев, там, и какой-то, значит, космонавт, и там, ну, не знаю, какая-то баба в перьях. Я в этой такой компании чувствую себя немножко, как персонаж фильма «Звездные войны», и что мне тут сказать по поводу того, ну, плохо, чтобы бультерьер сел младенцы. Ну, что-то можно добавить. И когда я понял, что, ну, тут такой момент, как понимаешь, что публичный, сама вообще писатель публичный совершенно бесполезно. Мы знаем массу писателей, потому что каждый раз когда-нибудь появляется в ток-шоу написано «Писатель», но читают люди их книги, ну, там, их узнают в троллейбусе бабульки, там, говорят «О, да, вы писатель». Ну, в общем, как бы, что мне с того. Поэтому гораздо важнее, что здесь написано разборчивое «Метро-2035», чем то, что здесь написано «Метро-2035», вот, что касается обложки, то, да, хоть мы ее разработали, разрабатывали ее с художником вместе, рисовал, конечно, специально обычный человек, а я, ну, общую концепцию какую-то придумывал и утверждал. Она именно такая, какой мне хотелось ее видеть. И поскольку, как я уже отмечал, литературные какие-то референсы у меня здесь, отсылки именно к советской стилистике, ну, 20-30-х, я хотел, чтобы она была красная такая, революционная, типа, и чтобы она была плакатная. То есть здесь, если вы говорите о стилистике, то это не комикс для меня, скорее, а военный плакат, вот так, по духу. Я считаю, что она хороша. А у него еще, видите, у него там еще в глазах отражаются ветряные, ветряки такие, там, ветряные мельницы, типа он, более с ветряными мельницами. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий. Я представляю газету «Московская правда». Как вы сказали, благодарна партии правительства, ну, это очень приятно. Но, тем не менее, вы еще сказали одну интересную фразу для меня. Я, как житель Арбата, мне интересно, а какую школу вы? 1231, это французская школа, Поленовская, там. Понятно. Моя внучка у него мучится, мне очень приятно. Правда, они его фанатически приехали. А, приехали, да? Ну, кусками-то. Не важно, в общем, я понял, где вы учились. Дом американского посла, все нормально. Театр Вахтан. Знаете, ну, дом американского посла, конечно, справа, но прямо перед школой-то церковь. Понимаете, но церковь... А, кстати, в советские годы, там был, когда я учился, там в этой церкви была кукольная студица из мультфильма. Мультфильм, да, да. Куклы лежали поломанные во дворе церкви. Это очень символично. И я считаю, ну, что вот окружение такое, что здесь дом американского посла, но дальше-то за ним дом, где Волан Балдовал, понимаете. А здесь у меня Арбат и... Магазин консервы? Магазин консервы? Диета. Диета. Нет, диета напротив, там напротив консервы. Магазин, ладно, ладно, не ладно. Мороженый пингвин. Да, да, я все понял. Не надо. Самое главное, что вы забыли сказать, что там, ну, как сказать, вентиляционное... Есть, да, из метро. Да, метро. Да, 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 мы слушали. У нас в спортзале постоянно были слушания поезда метро. Может, там оттуда и пошло на зоне метро? Нет, не совсем. Так что я, Арбатское детство, да, все вот это. Да, очень приятно. Ну, я чуть-чуть дальше. А кто оказался, все-таки, на вас большее влияние? Родители, школа, вуз, вы? Ну, мне кажется, знаете, я, во-первых... Все, я больше стесняюсь. Я, мне кажется, наибольшее влияние, именно, пожалуй, родители и бабушки, и дедушки. Вот так. Дело в том, что, ну, отец у меня из Москвы из Арбата, а мать из Костромской области, из маленького города, там, 30-тысячного, под названием Мантурово. И, с одной стороны, значит, у меня детство проходило на Арбате, а все каникулы школьные при этом в такой совершенно типичной и полудепрессивной средней полосе. Ну, деревенский дом с огородом, там, картошка, сборка колоразского жука, поливание помидоров в теплицах, ну, в парниках, значит, сбор слизней из капусты, утопление их в бензине. Где-то с усадом броню. Ну, недалеко, в Костромских лесах, да. Ну, вот, значит, это ТРЗ, там, трактор-ремонтный завод, там, фанерный, там, биохим, ну, в общем, такая русская настоящая жизнь. Вот, мопеды, на мопедах к реке, в лес, такие шишкинские совершенно пейзажи, маленькие речки через лес с песчаными медными, и при этом, вот, с другой стороны, Арбат. То есть, и мне кажется, во мне есть такая конвергенция и такой старой московской интеллигенции, и такой, как бы, ну, при этом, обычной совершенно русской жизни, вполне бесхитростной. Вот, и где больше, мне кажется, примерно полам это замешано. Вот, и, ну, мне кажется, москвичи как раз, люди, которые здесь родились и выросли, всю жизнь жили, за исключением поездок, там, в Турцию или в Европу, они, конечно, ну, русскую человек не очень понимают. Я и сам не претендую на слишком многое, да, но, по крайней мере, я этих настоящих русских людей встречал, и с ними в детстве жил, и в отрочстве, и так далее. То есть, я очень люблю, кстати, этот город, для меня это такое место силы, как для Маркеса, вот, Маконда, в «Ста годах одиночества», так вот для меня это город Мантрово, Костромской области. Да, ну, вот, да. Да, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий, Дарья Белецкая, мы с вами, вопрос не очень стандартный. Вы говорите о том, что не пишите новых книг, пока не накопите определенный жизненный опыт. А где вы его берете? Когда вы работали журналистом, понятно, откуда вы его брали, а сейчас, когда вы колумнист, писатель? Ну, я колумнист, во-первых, я не... Ну, есть различные же писатели, да, и различные писательские тактики. Большинство фантастов наших ведут довольно изолированный затворнический образ жизни, вот, как я это вижу. Они слишком много находятся в своей вот этой фантастической среде, от которой я держусь очень далеко, дистанцируюсь и совершенно стараюсь туда не влезать даже. А мир узнает из выпусков телевизионных новостей. Ну, как журналист, понимаете, что эти выпуски стоят. Значит, ну, это есть это злонамеренное создание виртуальной реальности, в которую надо поместить нашего обывателя. Вот, и я при этом предпочитаю реальную реальность, виртуальной реальности, и достаточно активно общаюсь, причем не совершенно богемного какого-то общения, да, учитывая, что богемцы, но это прослойка определенная, с искаженными представлениями о действительности. У меня тоже не так много. Я очень общительный человек, и много езжу, и по стране езжу, и за границей езжу, то есть стараюсь держать все свои вот эти какие-то чакры открытыми всем ветрам и всем точкам зрения. У меня среди друзей моих есть и круг общения люди с самыми разными взглядами, сам меня придерживаюсь известных каких, но при этом общаюсь и с консерваторами, и с какими-то, так называемыми, патриотами, и с патриотами настоящими, и с людьми из всех взглядов для того, чтобы просто лучше их понимать. И с какими-то приспособленцами бесхитростными, и с хитрыми приспособленцами, и с людьми с различными позициями. То есть, ну, мне интересны все точки зрения, и я считаю, что нельзя себя от них отизолировать, если хочешь более-менее пытаться к какой-то объективности приблизиться. А моя задача, в общем, пытаться правду понять. Да, я ее не знаю, вы не знаете никто, я хочу ее понять. И в колумнистике я как-то стараюсь к ней приблизиться. Для меня такая, ну, правда, искажения, случайные, искренние заблуждения или злонамеренные, такая вот важная тема, которая меня не оставляет. Есть несколько у меня центральных тем в книгах, ну, там, прессенциальные какие-то, а вот правда меня очень занимает правду и ложь. Когда просто вырастаешь немного, начинаешь ориентироваться в среде, в обществе, в медиасреде, в условностях политической жизни, когда начинаешь просто понимать, как все замусорено невероятно искажением реальности, и как официальная картинка, и неофициальная картинка. И то, что это оппозиционные СМИ. Насколько это, в принципе, ну, в той или иной степени злонамеренные искажения, да, каждая в свою сторону, пытаться разобраться в каждой ситуации встать на самом деле, это прям такой челлендж. Ну, то есть подход к жизни по-прежнему журналистки, общение с людьми, да? В какой-то степени, в какой-то степени. Общение с людьми, сбор информации, попытка разобраться в устройстве человека, души, мира и общества, да. Еще один странный вопрос, Дмитрий, а что считается нормальной производительностью у писателя? Ну, сколько страниц в сутки должен создавать, чтобы не порушить коммерческие отношения с создательством просто? Знаете, ну, к счастью для себя, у меня мои отношения к создательству таковы, что я не должен на гора выдавать, там, сколько-то произведений, там, в год, да. Я сам для себя определяю, и издатель говорит, что я мог бы, там, через год или через два написать роман. Дальше мы с ним примерно договариваемся, когда это будет, да, он мне не заставляет, не выкручивает мне руки. Если я чувствую, что это не получается, ну, меня не заставляют это делать, мне не принуждают это делать. Я не был необходимости никак сейчас создавать этот роман, я не был договора, по которому я должен создать этот роман. Я не спешил, я не выжимал эту книгу из себя за полгода или за год, да. То есть, это прошло все-таки с предыдущего романа, ну, шесть лет. Надо было дозреть, надо было сформироваться, надо было что-то понять, надо было понять, что теперь я готов сказать что-то, высказаться. Что касается производительности, тут очень индивидуальная история. Есть дни, когда ты решаешь, что тебе обязательно нужно писать, не знаю, там, три страницы, например, в Word 12-м кеглем, и не можешь это сделать, и на следующий день опять не можешь это сделать, и потом уже начинается паника, потому что ты думаешь, что все как-то застопорилось у тебя, и ты в стопоре находишься, и каким-то образом потом через день из-за какого-то свежего впечатления случается прорыв, и не просто количество ты набираешь, да, ну, количество совершенно не ценно здесь, просто здесь не должно быть ни одной лишней страницы, то есть просто нагонять объем, это глупость и бездарность, я не могу себе это позволить уже сейчас. Мне нужно, чтобы, как-то, каждая страница, каждая сцена, либо накал какой-то содержали, понимаете, либо открытие какое-то, ну, то есть один объем ничего не решает. Вначале очень сложно разгоняться, это может быть и абзац в день, и там, и два предложения в день, когда ты нащупываешь героя своего, пытаешься его понять, остальных героев, представляешься, примерно через что ты хочешь героя вести, да, по крайней мере направлении, формулируешь, дашь нащупать язык правильно, я стараюсь, чтобы герой всегда у меня язык определял, то есть у меня в разных книжках разный язык, здесь он ничем не похож, ни на первые там «Метро», ни на «Сумерки», ни на «Будущее», ни на другие книжки мои. Вот этот процесс, он трудно идет, когда все уже, все фигуры расставлены на доске, и когда уже идет, в общем, все сходится, сюжет сходится в финальную точку, тогда, конечно, все летит уже. Ну, то есть сюжет, он живой, он может поменяться в процессе, он может поменяться в процессе. Герои могут передумать, умирать, не захотеть, например, это делать, или наоборот, как бы взять и пожертвовать собой, то есть всяческое может произойти. Ты, наверное, запланируешь что-то для героя, да, но поскольку, пока ты его развивал, вел через сюжет, он обрел какие-то свои детали уже там, биографии, личностные характеристики, он может взять и, ну, то есть ты уже не можешь его принудить действовать как-то, потому что читать, в таком случае, почувствует, ну, фальш какую-то. Герой уже решит за тебя, как он должен там кончить свой жизненный путь, или, наоборот, остаться живым. А как вам удалось сопреодолеть предупреждения издателей? Ваши книги не сразу брали в печать, по-моему, да? Знаете, я просто гораздо больше времени и внимания уделяю работе с читателем, чем работе с издателем. Я очень активно занимался всегда донесением текста просто до читателя. Здесь раньше, как сначала, это были сайты, потом это были блоги, сейчас это соцсети. Вот есть этот паблик во ВКонтакте, метро тысяч тридцать пять, и мы там за, мы, я и парень, еще 18 лет, значит, который ведет этот паблик. За три месяца туда вступили 120 тысяч человек, и взаимодействуем с ними, общаемся, встречи с читателями. Тут была на днях встреча в магазине «Москва», и пришло 800 человек на нее, и магазин «Москва» в полной пространстве, потому что у них такого не было. Ну, то есть, это не значит, что какая-то потрясающая книга, это значит просто, что есть люди, которые не понимают, что читатель – живой человек, он сегодня время проводит в соцсетях. Если хочу, чтобы меня читали, давайте я ему предложу текст свой читать, с саундтреком, например, потому что есть такая возможность с иллюстрациями в соцсетях. Но есть люди, которые не понимают этого, которые, не знаю, все равно относятся к этому, как, не знаю, в чем срабатывание денег, главному, подразумеваясь, я тоже на этом зарабатываю, глупо это отрицать, но тут вопрос приоритетов. И ты, там, Лукьянг, Акунин, Донцова, Устина и так далее, они по-другому совершенно общаются, они вообще с читателями, не знаю, знает ли кто их читает, встречается ли с ними. Ну, с читателем надо говорить. Я для него, а не для издателя пишу. Издатель, я проставляю перед фактом. Я говорю, у меня есть паблик, в котором 120 тысяч человек. Вот теперь будем делать так, как я сказал. Все. Издатель, поскольку, ну, а для издателей, я просто один из, там, 20 тысяч наименований. То есть, не надо обращаться в углу издателя. Издатель относится ко мне как к продукту, к книгам как к продукту, читатель как к потребителю продукта. Вот, очень просто. Поэтому они не понимают, не хотят разбираться даже, на самом деле. Если им говорят, что так, они говорят, ну, он тебя получал до сих пор, значит, ну, допустим, что так. Поверим тебе еще раз. Да, Дмитрий, последний вопрос. Стоит ли от вас ожидать психологического романа о кризисе среднего возраста современного человека? Мне кажется, от вас было бы очень интересно такой роман получить. Я думаю, да, стоит. И вот я упоминал, я упоминал о том, что наполовину происхожу из Костромской области. Я как Жириновский. Папе Сарбата, по маме, значит, русский человек. И, мне надо только из этого лид делать хорошо и заголовок. Значит, ну, и поскольку я, по маме, русский человек, я хотел бы очень про... Вот, как я упоминал, что мантры, город Мантр, в Костромской области для меня как Махона, так я хотел бы, как гражданин, он возвращается в такую деревню, где провел детство, и пытаясь в детстве, вот, фабула такая была бы, что дом бабушки моей, которая умерла уже, и дедушка умер, и все умерли, был продан. Я думаю, как вот, если человек возвращается, хочет купить этот дом, ну, и вместе с ним детство свое как бы купить, да, ну, 3 копейки стоит для гражданина деревенский дом. Но что ты можешь действительно там купить за эти деньги, понимаете, в доме, где там 2 лет уже чужие люди жили. Ну, вот об этом, и как-то через это, про конфликты и города, и деревни, и про нынешний мир наш, чем он наполнен, да, и как вообще попытка купить обратное детство в свое возможное, как ты вот из детства, среднего возраста, вот что-то такое. И это, возможно, будет следующая книга, то есть, ну, вообще не о фантастике, вообще не о приключенческой, а, скорее, такое, действительно, про противопереживание, которое у человека к середине жизни примерно случается. Хотя я уже, кстати, знаете, что у нас мужчины в стране живут 58 лет в среднем? 58 лет, и пытаясь 80. Ну, вот. Да, женщины 68, правда. Я не 68, меньше. Меньше? 63, да, 63, что-то такое, да, а мужчины 58. То есть 58 в среднем, это значит, что куча народа умирает в районе 50, ну, просто страшно себе представить. То есть, если вы знаете, то есть, одного человека вокруг себя, который дожил, допустим, до 65, это значит, что кто-то, кого вы не знаете, умер в 50. И в городе как раз Мантрово, Костромской области, есть кладбище, на котором находится как раз бабушкина могила, и поэтому я там иногда бываю. И там вот эти стоят кондовые памятники, такие бетонно-отлитые, покрашенные в белый цвет, и там средний возраст жизни мужчины типа 48, там 50, 50, ну, пьют, разбиваются, не знаю, там умирают от чего-то, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Ну, в общем, жуть. А при этом в городе Баден-Баден, где я тоже бывал, пошел там тоже на кладбище, и ни одна немецкая сука не умерла раньше 90 лет, понимаете, ну, как это происходит, не знаю, они вроде печень себе сажают, пиво, сосиски там, ничего не берет. Пиво другое, да, пиво просто сосиски другие, жизнь другая, знаете. Да, пожалуйста. Митрий Анатольевич, а вы все ездите в Андорру, там, повыше воду, по-моему, тогда он еще. Ну, да, да, ну, что, Андорра-то я хочу, чтобы вы в Мантрово люди в 90-е жили, понимаете, что мне Андорра, это, за Андорру мне не очень перерывается как-то почему-то. Дмитрий, а вот в серии «Жизнь замечательных людей» достаточно популярного, не хотелось бы по кому-то написать? Мне бы хотелось бы обо мне написать, знаете, но пока еще, видимо, недостаточно сделано для этого. Нет, ну, я понимаю, что там Дмитрий Львович и Захар, они там пишут туда, вот. Но мне, я, мне хочется, у меня просто пока воображение работает еще, я хочу воспользоваться этим моментом еще, попридумывать, а когда воображение пропадет, уже выдохнется, тогда я буду писать про замечательных людей каких-нибудь. Спасибо, Дмитрий. И я бы хотел задать свой завершающий вопрос, он касается ваших увлечений, а именно музыкальных увлечений. Во-первых, любите ли вы слушать музыку, и какую? Знаете, я, в принципе, музыку слушаю, я не меломан, но не могу писать без музыки при этом. И поэтому, поскольку, как вы видите, я в жизни достаточно веселый человек, а книжки у меня дико мрачные. Вот поэтому, чтобы как-то приобретать диссонанс, мне приходится настраиваться на эту волну, и я как раз при помощи музыки, этот тюнинг осуществляет душевный. Поэтому музыка для меня очень важна именно в творческом процессе. Ну, и могу среди композиторов назвать. То есть это чаще бывает электронная или такая инструментальная, но драматическая, как на саундтреке вот такого. Вот он. Ну и Дэйв Портер, например, там Рок Дуган, вот такие авторы вдохновляли. Мико Хинсон есть такой исполнитель, такой надрывный гитарный. В общем, такой, если вокал, то такой нуар, гитара, надрыв, или такая мрачная электронная музыка атмосферная. Дмитрий, спасибо вам. Я вас благодарю за вашу открытую, за ваш позитив, за эту замечательную представцию книги. И не могу не пригласить вас на наш фестиваль нашествия. Я думаю, может быть, на русский он. Мы почти уже решились на него, да. Спасибо большое. Отлично. Спасибо. Всем спасибо.